Там графики, я смотрю, фотографирую, я почему-то про графики прочитал. Лежит на сковородке курица, одинокая, как Пиноккио. Почему как Пиноккио? А почему бы и нет Пиноккио? Нельзя одиноко добавлю гарнир. Гарнир это малина. Тогда обязательно нужен еро, добавлю лимонный пирог. Простите, Акзертенон, Орликин, положу пару сардин. Нельзя без дуримары, гарабаса-барабаса, хреновино, какое есть баса. Забыл про папу Карла и Джузеппе, веточка зелени и кетчуп. Смотрю радужно на этот театр и думаю, как все это будет сочетаться. Насколько пирог грустный, барабас грустный, Орликин веселый, какого малина помола. Странные мысли, странные. Наела курица Орлика. Опять же, потому что темьянин, который вмазался, чтобы создать этот театр на сковородке. А я тресл абсолютно и навечно здоровый. Просто забыл, любимый, сыграть на людьми о том, что нормально поехал до дома. Где Буратино? Все перепутал, дурак. При чем здесь Пиноккио? Где Буратино? А может, я Буратино? Вот от чего рождаются эти мысли дикие, мысли вьются его вилетью. Я Буратино, который стал, наконец, человеком. Я понял, почему поэты немного не в себе. Они постоянно наступают на одни и те же грабли поэзию. Она им так по мозгам вжаривает, что они потом долго истрят, фейерверками слов. Поэзия собирает дураков. Нормальные люди уговаривают их исправиться. Поэтому, видимо, нравятся. Поэты идут, гордо задрав на нос и наступают на одни и те же грабли. Телемастер из Петроградки. Отвертка телебашни. Регулирует небеса, вкручивается отважно, управляя палом и сяком во всех граждан. Телевизионный сигнал устойчивый, переливаясь по экранам Петербурга, настраивает настроение и волки. Вспарывает темноту мерзающим плугом. Раньше отвертка Петропавловского собора настраивала уезжание. Она и теперь пользуется спросом. У нее меньше влияние. Петроградка, ответственный телемастер со времен Петра. Невестному телевизору я провисываю облака с улицы профессора Попова. Я не вижу забора, но на кнопках окон моя рука Телепульта любого дома. Не так давно здесь только молодежи проходил фестиваль поэзии, После которого проводила Степания Данилова. После этого родилось стихотворение «Разбежать от дня поэзии». Читали друг за другом стихи, Не стояли за словом в очередь. Аплодисменты на фразах цвели, На бравок висели грознями. Забирая из гардероба куртки, Строки схлопывали с молниями. Ехали со зрителями в маршрутке, Чтобы прописаться в доме. Люди прятались в телевизоре, Кутались в палантины, Громко деликатесы грызли. Бесполезно от поэзии не уйти! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Говорят, наше время сложное. Я не знаю, быть может, Но минуты, как прежде, идут задумчиво, Из прошлого в будущее. И каждый человек ответственен, Какие расследуют мгновения В огородных эпохи нашей я несу Сажать саженец. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, Многие поэты, И, собственно, информация об этом фестивале, Я являюсь еще редактором Паранного подъезда. Кому интересно, может подойти посмотреть в зал. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова